Обновление бронетехники Бундесвера. Leopard 2А7В идет в войска. 29 октября в Мюнхене состоялась торжественная церемония сдачи первого модернизированного основного боевого танка. Leopard 2А7В. Теперь компаниям Краус Мафай Уэггман, КМВ и ММЭТОЛ предстоит обновить две сотни танков разных модификаций, результатом чего станет серьезное повышение боеспособности сухопутных войск. Согласно имеющимся планам, к середине 20-х годов танк Leopard 2А7В должен стать основой бронетанковых частей. Ключи танка. Церемония передачи готовой техники состоялась 29 октября. На ней присутствовали представители военного и политического руководства Германии и Дании. Последняя тоже должна была получить первый танк, прошедший модернизацию по современному проекту. Главными героями церемонии стали Opt. Leopard 2А7В и Leopard 2А7. Танк с литерой В, ВБ-Серт, улучшенный, предназначался для Бундесвера. Датская армия, в свою очередь, получила свой первый Леопард 2А7. В торжественной обстановке представители компании-подрядчиков вручили военным двух стран символические ключи от бронетехники. В ближайшее время поставки продолжатся, но передача готовых машин будет осуществляться без подобных церемоний, в рабочей обстановке. Два контракта. Проект модернизации Opt. Leopard 2А7В впервые был представлен публике в 2016 году. Он предлагает замену части оборудования и обновление вооружения, после чего танк получает новые возможности и наращивает свои характеристики. Достаточно быстро танк новой модификации прошел необходимые проверки и был рекомендован к принятию на вооружение. Весной 2016 год. Министерство обороны Германии объявило о новых планах по развитию парка бронетанковой техники. Для усиления Бундесвера к 2020 году. Предлагалось увеличить парк танков с наличных 225 до 329 единиц. Строительство новой техники не предусматривалось, но следовало проводить ремонт и модернизацию имеющихся Opt, в том числе. По новейшему проекту А7В. В мае 2017 год компании KMW и NMETAL получили заказ на модернизацию первой партии танков Leopard 2. До 2023 года необходимо отремонтировать и обновить 104 бронемашины разных модификаций. За выполнение этих работ подрядчики получат 760 миллионов евро. Согласно контракту, модернизации подлежат 20 танков Leopard 2А7, 16, Leopard 2А6 и 68, Leopard 2А4. Выполнение контракта 2017 год позволит улучшить танковый парк не только качественно, но и количественно. Любопытно, что из сотни переделываемых танков только 20 Leopard 2А7 ранее принадлежали Германии. Бронемашины версии 2А4 выкупили у Швеции, а более новые 2А6 у Нидерландов. Таким образом, контракт позволит увеличить существовавший парк бронетехники на 84 поддержанные единицы. В марте 2019 год появился новый заказ на ремонт и модернизацию бронетехники. За его выполнение КМВ и НМЭТОЛ получат 300 миллионов евро. Договор предусматривает переделку 101 опт Leopard 2А6 и Leopard 2А6М2. Эти работы следует завершить до 2026 года. Германские планы. Два имеющихся контракта общей стоимостью более 1 миллиарда евро предусматривают модернизацию 205 EPD. Леппед. Два разных модификаций. Техника для их выполнения будет поступать из немецких бронетанковых частей, а также от третьих стран. Закупка танков за рубежом и возвращение техники с хранения позволит Бундесверу выполнить имеющиеся планы и к 2020 году нарастить танковый парк до 329 единиц. При этом армии предстоит одновременно эксплуатировать опт разных модификаций, в том числе, согласно двум контрактам, в танке Leopard 2А7В переделает 205 машин других модификаций. Ими в будущем укомплектуют четыре танковых батальона. Еще два батальона продолжат эксплуатацию более старых «Леопардов» модификации 2А6 порядка 90 единиц. На хранение отправят 32 устаревших Leopard 2А4. Особенности модернизации. Проект Leopard 2А7В предлагает самую серьезную модернизацию базового опт с заменой массы устройств и приборов. Доработки подвергаются корпусе башня, вооружении системы управления огнем, силовая установка и т.д. Также запланировано введение некоторых принципиально новых устройств и изделий. При этом некоторые особенности реально-серийной модернизации остаются неизвестными. Бундесвер, КМВ и Металл. Пока не уточняли, какие именно нововведения используются при массовом обновлении техники. Кроме того, имеются сведения о смешанном подходе к модернизации танкового вооружения. Тем не менее, в целом опт Leopard 2 должны получать массу новых систем и устройств, положительно влияющих на их характеристики. Живучесть танка предлагается повышать за счет нового противоминного бронирования на днище. Корпус и башня могут оснащаться покрытием. Барракуда. Разработки фирмы. СААП. Основный двигатель не заменяется, но дополняется вспомогательной силовой установкой типа. СТЕИ РЭМ-12. Для энергоснабжения систем, обитаемый отсок получает средства кондиционирования и новое переговорное устройство. СОТАС. ОД. ФЕЙЛС. Предлагается замена штатной 120 мм гладкоствольной пушки на модернизированное орудие. РХ. 120. Л55А1. Повышенной мощности. ЛЕПЕД. 2А7 до модернизации. По результатам последней модернизации опт. ЛЕПЕД. 2А7В сохраняет максимальное внешнее сходство с машинами предыдущих модификаций, но получает существенные преимущества тактико-технического и эксплуатационного характера. Кроме того, за счет ремонта продлевается ресурс. Танк ближайшего будущего. Проект. ЛЕПЕД. 2А7В создавался с целью обновления бронетехники предыдущих модификаций в соответствии с актуальными требованиями, вызовами и угрозами. С его помощью предлагалось осуществить модернизацию парков боевых машин, продлив их ресурс и обеспечив возможность службы в течение нескольких следующих десятилетий. Ожидается, что к 2026 году танковый парк Бундесвера претерпит серьезные изменения. Планируется нарастить численность опт почти на треть, а также скорректировать доли техники разных моделей. Почти две трети от всех танков будет относиться к новейшей модификации 2А7В. Доля более старых машин сократится вследствие модернизации или отправки на хранение. Появление проекта. ЛЕПЕД. 2А7В и последующая модернизация позволят сохранять боеспособность вплоть до появления принципиально новых основных танков. Замена для Леопардов-2 появится лишь в середине 30-х годов. В этот период Германия и Франция собираются завершить разработку перспективного танка MGCS и запустить его производство. За несколько следующих лет можно будет провести полную замену техники. Однако до появления совершенно нового опта остается полтора десятилетия, и нынешним машинам Leopard 2А7В еще предстоит послужить. Компании KMW и NMETAL уже наладили процесс модернизации наличных танков по новому проекту и уже передали заказчику первую модернизированную бронемашину. Таким образом, танки Leopard 2 остаются на службе и еще немало лет будут составлять основу ударной мощи Бундесвера.